Ребята из двух севастопольских военно-патриотических клубов в честь и мужество и победа готовятся не только к поединкам со сверстниками из города Домодедово, но и к вступлению в ряды во всероссийское военно-патриотическое движение «Юнармия». Почти в полном составе спортсмены написали соответствующие заявления. С удовольствием хочу вступить в ряды юно-армейцев. Моя мечта это пойти в военно-морской флот и появилась большая возможность добиться этого всего, рукопашный бой. Сейчас появилось такое движение юно-армейцы, очень хочется туда вступить, чтобы занять почетную должность. Наши ребята готовятся к юно-армии и морально, и физически. Я думаю, это будет достойная смена пионерам. Мы ходим в походы, ходим по горам, помогаем ветеранам. 9 мая встречались, помогали ветеранам. Ухаживаем за памятниками, то есть стараемся воспитать достойное поколение. Из Московской области в Республику Крым приехало около 120 бойцов. Под Севастополем они проходят тренировочные сборы. Руководство делегации решило проверить силы юных рукопашников в противостоянии с местными спортсменами. К тому же такие поединки ранее никогда не проводились. Удалось гостям и познакомиться с некоторыми достопримечательностями Севастополя. Удалось посмотреть Севастополь, погулять по городу, посмотреть оборону Севастополя, побывать на Сапун-горе, на великих местах воинской славы, воинских сражений. Поэтому пока настроение хорошее, все нравится, все гостеприимно, хорошо. Целью этой матчевой встречи стоит сплочение коллективов Московской области и города Севастополя, Республики Крым. Также популяризация армейского рукопашного боя в городе, в Республике Крым, в городе Севастополь. Для участия в матчевой встрече каждая из сборных выставила по 33 юных спортсмена в возрасте от 7 до 13 лет. Формат поединков – 2 минуты. Матчевая встреча не предполагает определения чемпиона или единого победителя в своей весовой категории. Она предполагает максимально побить бойцов, посмотреть, кто на что способен, посмотреть, перенять технику друг у друга, поделиться какими-то лучшими своими спортивными достижениями. По итогам 33 поединка в победу со счетом 20-13 одержала сборная Московской области. Планируется, что такие матчевые встречи станут традиционными. Кроме того, в апреле следующего года ответный визит совершат севастопольские бойцы.